Испытания племенных лошадей верховой породы на резвость, на этот раз захватывающие иконы и скачки, прошли в Карачаевском районе. Кто стал участником соревнований, чей чезероногий друг преодолел финишную черту быстрее всех и чему было посвящено мероприятие, расскажет Алла Качиева. Здесь, на перевале Гумбаши, на высоте более двух с половиной тысяч метров, жители Мары решили устроить праздник, посвященный Дню Народного Единства. На лошадях карачаевской породы молодые ребята из Верхней и Нижней Мары будут соревноваться. Плата по кунсерт стал местом проведения скачек. За участниками соревнований, а их 12, следят организаторы, члены жюри, старейшины аулов Верхняя и Нижняя Мара, а также любители конного вида спорта. Величава наблюдает за происходящим и гордый Эльбрус. Самую высокую точку Европы здесь видно как на ладони. Казалось бы, до него рукой подать, но лишь побывавшие на высоте 5 642 метра знают, насколько трудно покоряется эта гора. Кстати, именно восхождение на Эльбрус троих молодых людей на лошадях карачаевской породы и послужило стартом данных скачек. Один из них – Рамазан Алчаков. 4 сентября он на породистом жеребце, принадлежавшем его отцу Ханафию Алчакову, поднялся на западную вершину Кавказского исполина. Скачки делаем саула, ребята, мальчишки, чтобы у них интерес был, чтобы они в дальнейшем радовали нас, любили коней. Первая дистанция, которую должны преодолеть 6 участников – 1000 метров. Возрастная категория от 13 до 17 лет. Наездники представляются сами и знакомят собравшихся со своими натренированными четвероногими друзьями. Дается старт, и буквально за считанные минуты ребята оказываются на финишной прямой. А победителем на дистанции 2400 метров стала лошадь по кличке Ворон – Жакей Аслан Тишелеев. Всех занявших призовые места наградили почетными грамотами, денежными премиями и другими подарками. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют пропаганде здорового образа жизни, служат стимулом для подрастающего поколения. То, что в древности наши старшие делали, предки наши, конкретно вот эти забеги, которые они сделали, это поднятие духа. В первую очередь. Во вторую очередь это для молодежи. Вот были молодежные забеги, чтобы поднять дух молодежи, чтобы отстраниться от всего плохого, то, что у нас происходит в мире, и конкретно заняться тем, что у нас было раньше. Ну а День народного единства, праздник, которому приурочены данные скачки, призывает людей не только вспоминать важнейшие исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны важность сплочения. Мы должны живем в едином Карачао-Черкесии, без каких-либо конфликтов. Это отрадно видеть. Ни этнических, ни религиозных. Как бы нас не хотели столкнуть лбами, но ни у кого ничего не получается. Это благодаря пониманию наших старших. Старших всех народов Карачао-Черкесии. Они поняли наконец-то, что надо жить в мире согласия, в одной семье. Ведь всем вместе, только двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия.